МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель новика Ниван Бурлаков беспрерывно руководит колхозом в Кашарском районе с начала брежневских времен. Для нас хлеб – это наша судьба, это наша жизнь, это все. Век авиастроения. В Таганроге отметили столетие завода, прошедшего путь от аэропланов до Суперамскими. Сила заводов той молодежи, которая на данный момент приходит постоянно на завод. Балет Чайковского, которого Петр Ильич не писал в музтеатре премьера «Снегурочки». Просто сказочные эмоции, до конца не знаешь, что будет, потому что пережить их можно только на спектакль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На кресло городоначальника Донской столицы осталось два претендента. Сегодня их определила конкурсная комиссия. Это министр транспорта области Виталий Кушнарев и директор по персоналу Росвертола, депутат Гордумы Геннадий Рябаконов. Кандидатуры будут предложены для голосования в городской думе. Напомним, к основному этапу было допущено 7 претендентов. Срок двухлетнего контракта главы администрации истекает с 7 ноября. Сергей Горбань документы на участие в конкурсе подавать не стал. На Ростов-Арене закончили монтаж крыши. Сейчас строители демонтируют временные металлоконструкции, которые ее поддерживают. Ход строительства обсудили сегодня на совещании рабочей группы. Билетные кассы и КПП 85%. Благоустройство в районе 32%. Это такие укропленные нормы все. Сухая статистика по строительству Ростов-Арены на совещании – подтверждение того, что темпы работ сохраняются и строители опережают график на полтора месяца. На фасаде здания уже появляются наружные металлические панели. Идет благоустройство территории вокруг стадиона. Параллельно оформляются документы на разрешение ввода в эксплуатацию канализационного коллектора. По основным инженерным сетям вода по постоянной схеме уже подведена к стадиону. На этой неделе будет получено разрешение технодзора и будет подано тепло на стадион. Сейчас строители разбирают временные опоры, которые поддерживали кровлю. На это уйдет около месяца. Крыша будет держаться на вантах, стальных тросах. Гигантские навесы осталось покрыть сверху мембраной. Она будет защищать от дождя и солнца. Футбольное поле представляет собой своеобразный слоеный пирог. Сейчас идет монтаж самого нижнего слоя – бетонной плиты. Позже в основании футбольного поля начнут собирать дренажные и инженерные системы для отвода ливневых и талых вод. Заключительным этапом станет укладка натурального травяного покрытия. Оно будет соответствовать требованиям ФИФА и позволит проводить матчи высшего уровня. Екатерина Лавадина, Тагир, Фатахов, Надону. 450 обманутых дольщиков получат уже, казалось, нереальный подарок к Новому году. До конца декабря в Ростове обещают сдать 4 долгостроя. Один из них уже вывели из реестра проблемных объектов. С момента закладки первого кирпича на университетском прошло 14 лет. Дольщики уже не верили, что войдут в свои квартиры. Но несколько месяцев назад нашелся инвестор. И за его деньги дом, наконец, достроили. Остались отделочные работы и облагораживание территории. Так что можно планировать встречу Нового года в новом жилье. Вот через день, каждый день, каждый приходит. Каждый свою квартиру, там же уже и ключи, все. Входит, смотрит, мечтает, думает. Ну, хотелось бы, чтобы в ноябре мы сдали этот дом. Больше 10 лет ждут своего жилья и дольщики дома на Очаковской улице. Решили достраивать многоэтажку без инвестора. Но не без поддержки местных властей. Те помогают субсидиями и решением организационных вопросов. Основную сумму денег дольщики собрали самостоятельно. Дополнительно около 100 миллионов. Это где-то в районе 9 тысяч за квадратный метр. Признаки жизни есть пока только на одном этаже в доме по проспекту Ленина. Его сдали в эксплуатацию несколько недель назад. И исключили из реестра проблемных объектов. Скоро заселятся первые жильцы. До конца года планируют завершить и строительство многоэтажки на Тимирнике. А значит, в ближайшее время реестр уменьшится на 4 пункта. Остается разобраться с 21 недостроем. Мы основную массу завершим за 2-3 года. Но есть пару домов очень сложных, с низкой степенью готовности. И там еще не найден инвестор. Не забывают и про дома, которые в реестре не состоят, но застройщиками не достраиваются. Областные власти постоянно мониторят ситуацию и помогают материально. Только в этом году на компенсацию затрат при подключении коммуникациям правительство выделило 45 миллионов рублей. Юлия Карасюкта, Гирфатахов, Надану. Продолжается региональная неделя, во время которой депутаты Госдумы нового созыва работают на местах, откуда избирались. На встрече с депутатами регионального парламента они обсудили социальные вопросы, требующие законодательного урегулирования на федеральном уровне. Донские законодатели предложили выдавать бесплатный пайковой уголь шахтерам, проработавшим на негосударственных шахтах не менее 10 лет. Их семьями, вдовам, а также инвалидам труда. Плюс к этому есть адресные темы развития конкретных городов и районов, строительства объектов, транспортной, дорожной инфраструктуры. Здесь тоже необходима помощь депутатов Государственной Думы, и я уверен, что наши коллеги в Государственной Думе эту помощь в Ростовской области окажут. Есть проблемы с поддержкой детей войны, привлечением к административной ответственности нарушителей тишины, общественного порядка и правил благоустройства. Мы пытаемся выстроить ту вертикаль, которой, наверное, не хватает. Вот все от депутатов Государственной Думы, не только депутаты Государственной Думы, должны как-то решать посылы, которые туда идут. Вот должна жесткая, четкая вертикаль понимания до представительного органа каждого поселения. Возможно, новый механизм взаимодействия заработает уже зимой, а общественности представят совместные проекты депутатов различных уровней. В столетии авиастроения отметили в Таганроге. В 1916 году третий пилот-авиатор России Владимир Лебедев создал здесь крупный аэроплановый завод. Позже он стал авиазаводом имени Дмитрова, а в 2011 вошел в состав ТНТК имени Береева. Для многих таганрожцев юбилей этого завода – личный праздник. В авиастроении трудятся поколениями. Тем, кто посвятил жизнь самолетам, вручали грамоты, знаки «Почетный авиастроитель» и губернаторские медали за доблестный труд на благо Донского края. На заводе трудится почти 8 тысяч человек. На заводе более 3,5 тысяч молодых людей моложе 30 лет. Поэтому сила завода в той молодежи, которая на данный момент приходит постоянно на завод. История таганрожских летающих амфибий началась с деревянных бипланов, а потом было более 30 типов всемирно известных летательных аппаратов. Последнее достижение таганрожского авиапрома – Бе-200. Этот самолет уже незаменим для МЧС. Поливая водой способен спасти от пожаров тысячи гектаров леса. Сейчас завод имени Береева переживает не самые лучшие времена. И все-таки таганрожскому авиастроению прочат большие перспективы. Первый открыватель нашей амфибийной авиации. На сегодня он лидер мировой, не только российский. И мы надеемся, что с годами 100 лет это юбилей, который дает, наверное, точку отчета, которая позволяет дальше, дальше, дальше развивать просторы и высоты, которые может достигать наш завод. Сейчас конструкторское бюро работает над новыми проектами гигантских амфибий. Они будут доставлять грузы и пассажиров на большие расстояния, на высотах и скоростях самолетов, используя инфраструктуру морских портов. Галина Горлова, Юрий Санкин, Надону. Ровно 50 лет назад назначили Ивана Бурлакова председателем колхоза «Октябрь» в Кашарском районе. И в этой должности он трудится до сих пор. Сумел удержать хозяйство от развалов 90-е и в 2000-е вывести передовики. «Октябрь всегда впереди. Знамена, вымпелы, награды – все по заслугам. Но и стружку партия снимала, что тоже стимулировало. С теплом вспоминают ветераны былые времена. Действовала тогда колхозная система орошения, было централизовано снабжение удобрениями, топливом, техникой. Тысячи коров и свиней заполняли колхозные фермы». «Все, что там построено, это, собственно, построено в этом хозяйстве под руководством Ивана Петровича. И, конечно же, можно говорить с большой уверенностью, что это лидер, это человек, на котором и сегодня держится это предприятие». Сегодня, конечно, не та мощь. Но хозяйство по-прежнему в числе передовых в районе. Главное, удалось сохранить коллектив и стабильность работы. Невзирая ни на какие политические и экономические бури. «Им уже все досталось. И становление этих колхозов, и потом перестройка этих колхозов. И вот сегодня, поэтому, ну, я считаю, что за одни 50 лет это надо уже бюст какой-то ставить ему». 50 зимий весен, урожайных и обвальных лет. 18 250 дней. Как и чем измерить биографию? Что расскажет трудовая книжка? «Обычно у людей она толстая, с приложениями, раздутая. Ну, вот у меня, например. А здесь тоненькая, с пустыми страницами. Много пустых. Листаем. И всего лишь на одном развороте записи. И нас интересует 1966 год. 26 октября. Приказ. Дата. Печать». 28 лет тогда было инженеру Бурлакову. Принял колхоз и сохранил. Благодаря личным качествам считают коллеги и друзья. «Он уверенно, спокойно решал все проблемы. И везде был победителем». «Человечный и думает о людях». «Никогда не нагрубит. Вот мне за 32 года он никогда грубого слова не сказал». И в день юбилея председатель на своем посту. В стенах конторы встречает гостей. 50 роз по счету трудовых лет. Время бессильно перед простой, но очевидной истиной, которая известна Ивану Петровичу Бурлакову с предвоенного детства, которая и есть корень жизни. «Для нас хлеб – это наша судьба, это наша жизнь, это все». Татьяна Бочарова, Станислав Фоменко, «На Дону». Балет Фейковского, которого нет, поставил ростовский музтеатр. Вообще-то у Петра Ильича три балета – «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». А «Снегурочка» – это авторская версия балетмейстера Марка Перетокина. Это некая музыкальная мозаика. Здесь и фрагменты времен года, и симфоническая фантазия к весенней сказке Островского. И вновь история любви. На этот раз в Берендеевом царстве в древнем русском государстве. «Снегурочка – дочь мороза и весны». Эфемерный персонаж. Само появление ее на свет противоречит всем законам. И попытка обрести любовь земную закончится ничем. Мы все знаем финал. Но на то и сказка. А вдруг? Вот за кулисами как бы жизнь. А когда ты выходишь на сцену, это действительно сказка. Просто сказочные эмоции. До конца не знаешь, что будет. Потому что пережить их можно только на спектакле. Не на одном прогоне никогда это не повторится. А особенно премьерный спектакль для каждого исполнителя, он, конечно, особенный. Снегурочку иногда называют четвертым балетом Чайковского. Конечно, есть музыка, но ее недостаточно для полноценной постановки. Отсюда и дополнение из весенних тем композитора. При постановке в музыкальном театре удалось создать совершенно волшебное пространство. Есть воздушность и узнаваемые русские пейзажи. Чтобы выполнить такой объем, рисунок декорации был напечатан. Вот тут используем три типа материала. Они апплицированы. Они у нас, ну, как бы сложены в слои. И, несмотря на то, что мы не писали, но художники Батафора вот эту всю историю сделали своими руками. Это все вырезано, это все апплицировалось, это все пришивалось, клеилось. В ростовской версии сказки «Снегурочка» на первом плане – любовная линия Леля и Купавы. И эта история должна оттенить драму «Снегурочки и Мизгиря». Наверное, я отталкивался от каких-то природных явлений, наверное, скорее всего. День приходит, день уходит. Зима уходит, весна приходит. Так же самое с любовью. Когда-то кому-то повезло, кому-то не повезло. И вот эту вот сюжетную линию всех природных чувств я как бы попробовал соединить в этом коротком спектакле. Как во всех сказках, в «Снегурочке» есть и намек, и урок, который будет интересен зрителям любого возраста. Галина Белоусова, Юрий Бабенко, Надону. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск смотрите в 18.30 в студии была Анна Туполева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова